Вот и секретные документы подъехали! В то время, как космические корабли бороздят Большой Театр! Чё за хрень нанесёт? Я почему знаю, я вообще уборщик! А теперь, с докладом выступит Василий Пупкин! У него какое-то открытие! Аплодисменты, ёпта! Спасибо, спасибо! Ну всё, всё, хватит уже! У меня открытие! Короче, вот, смотрите! Это вот мы нашли на Марсе какой-то каменный елдак! А, и он поведал нам очень многое! Будь добрый, помедленнее! Я записываю! А, он оказался просто кладезью информации! Ты записываешь? Записываю! А чё он вообще говорит? Охрен его знает! Я запишу, потом разберёмся! И, короче, помните эту клизму около Плутона? И это... Это масс-ретранслятор! И если подлететь к нему на корабле, он отправит тебя в другую солнечную систему! Ну что, космическое исследовательское судно готово? Почти! Щас только пару дыр слатаем и полетит как миленькая! А вы уверены, что оно выдержит такой перелёт? Помните, на нас лежит ответственность! Мы не можем ударить в грязь лицом! Ну это смотря чьим! Не ссы, я ж говорю, полетит! И когда работы будут завершены? Да вот прям завтра и будет! What the fuck?! А! Если я хотел сказать, через неделю! Так, фрегаты готовы? Готовы! Совещание написали, в туалет сходили! Это потом чуть-чуть не до того будет! Да ты задолбал уже третий раз за час спрашивать! Ладно-ладно! Обратный отчёт! Пять! Четыре! Три! Два! А кстати, куда летим? Можно в туалет? Один за сумки! Ну чё, радародка! Высокоразвитые хитрожопые птицы! Восемь букв по вертикали! Турианцы! Точно! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Э-э-э! Э, чё за говно на радаре? Где? Хм, не знаю! Первый раз такое вижу! Эй, чё, это они там с нашим ретраслятором делают? хрен его знает но если они его активируют оттуда попрут рахни и понял кого попрут трахать запрут рахни ты насрать господи еще на жалование урежут а вот это уже серьезно так она будет с ними на связь и придурки а парковка запрещена со всех по чирику так а вот и первый контакт это что еще за урод похож на птицу морда прям хитрая и кажется что-то говорит бла 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 что он там лопочет подключи программу перевода я секунду как подключил прогоняя передачу через переводчик так он сказал что мы все долбать да так и сказал а ты уверен что он именно это сказал. Мы же переводчик-то еще не проверяли. Ну, не проверяли, конечно, на тот цыган, что мне его продал, уверял, что все работает как надо. Так. Тогда включай передачу. Кхм. Уважаемые гуманоиды, вы хоть и похожи на птиц, мы вас так и бы не ощипаем за ваш базар гнилой, если вы по-нормальному объясните, чего вы хотите. Че он сказал? Охрен его знает обезьяну эту. Погоди, у нас же переводчик есть. Разве он знает их язык? Вряд ли, но надеюсь, это как-нибудь адаптируется. Так. Он сказал, крысовые тыловые, чтоб у вас штурвал отсох. Вот паскуда. А ну дай-ка мне передачик. Слышь ты, мартышка космическая, ты откуда такой борзой взялся? Они спрашивают, не желаем ли мы попить с ними чаю на веранде. Да, кажется так. Они там что, совсем головой прибор на доску стукнулись? Алло, Баклан, я тебя и твою расу на ретросляторе вертел. Ну что там? Говорят, что они наш корабль, двигатели шатал, топливный бак писал, лобовое стекло плевал. Что это вообще означает? Так, он меня выбесил. Слушай сюда, это очень хорошо, что у вас корабли такие продолговатые. Я надеюсь, у вас там сзади есть хотя бы одно отверстие, потому что я вам этот корабль туда сейчас и засуну. Что ответили? Так, сейчас. Твоя мама. А маты переводить? Маты пропусти. Ну тогда конец передачи. Ах ты сука. Ну всё, держите меня, семеро. Давай, держи, держи, держи. Да не в буквальном смысле, придурки. А, вот я не рад. Ох, они сейчас хлебнут у меня. Фаерендухол, уроды. Отставить панику, открыть ответ на огонь. Блин, ну что за день, а? Вот дебилы. А зачем ты им передачу подменил? Да я так, чисто приколоться. Я ж не знал, что эти дебилы всерьёз перессорятся. Теперь будут, блядь, сто воевать. Спорим, месяц уже через три закончат. Ну давай, спорим. Получи, толпанный турианец. Сдохни, жалкий любишка. Мы вас всех накуканим, а потом я стану очень влиятельным и информационным брокером, заимея личную организацию террористов, а потом мне дурманят жнецы, и в конце я застрелюсь. Да, а я, а я стану очень влиятельным турианцем спектров, которые ненавидят людей, и буду вас всех вертеть на оси. А потом мне тоже дурманят жнецы, и я тоже застрелюсь. Вот. Ах ты, долбанный плагиатор, сдохни. Сам плагиатор, это канон, между прочим. Нет, ну это уже совсем наглость с их стороны. Так, канон так, но ты всё равно к ним присмотрись. Чё, твоим? Ага. Как говорится, пойти своих желаний. Так, а ну тихо тут. Ну чё ж такое меня никто не слушает? Заткрылись, червядуки. Вот, я представитель совета, и требую, чтобы вы заключили мир. Слышали, да? Мы тут совет, мазафака. Кто не подчинится тех быстро в открытый космос на прогулку отправим без скафандра. Перемирие? Я отказываюсь жить с этими обезьянами в одной галактике. А тогда вали в свою галактику, петух. От петуха слышу. Заткнитесь, кому сказал. Ты слышишь, чё разорался? Ты вообще кто такой? Я кому сказал заткнуться? Соларианцы топ. Ладно, ладно. Ну короче так, либо вы заключаете перемирие, либо оба упердываете в соседнюю галактику и там делаете чё хотите, хоть жрите друг друга. Я курятину не ем. Тихо, тихо, я понял, понял. Слушайте, ну это как-то даже странно, мы же всего месяца три повоевали. Кто так вообще делает? Да, дайте хотя бы ещё лет пять. А то не война получается, а идиотизм какой-то. В натуре, а то ведь у нас даже потери-то исчисляются парой десятков. И у нас тоже. Ой, да что ж вокруг одни идиоты. Ну по крайней мере они нашли общий язык, да. Ладно, хорошо, мы готовы признать, что турианцы хоть и хитрожопые, но с ними можно ужиться. Так и быть, тогда и мы признаём, что даже с вами обезьянами можно иметь дело. Время от времени. Наконец-то, думал, уже не доживу. Всё, добро пожаловать в галактическое сообщество, земляне. Сво штраф. За что? За парковку в хоре транслятора. Она там запрещена. Хе-хе-хе-хе, я же говорил. Блин, одни убытки. Да. А я тебе говорил. Нет, это ж надо было доколохануться. Я предупреждал. О, всё, ты мне пораспорил. Теперь ты остаёшься дежурить в галактике. А я полетел в тёмный космос. А тут задолбало уже это всё. Ну и вали. А уж я найду, как здесь развлечься. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»